Салютенцы, дорогие друзья, с вами Лурлемур и за мной сейчас ведется охота пиратов, которые, вот как вы видите, начали просто по мне шмалять сверху, поэтому я сейчас просто тупо улепетываю за какой-нибудь бархан, чтобы скрыться от этих преследователей. Ё-моё, вот только посмотрите на них, а, маленькие засранцы просто прилетели иначе обстреливать мне, они мне могут всю малину испортить, кажется я кого-то там подбил или нет, или вот-вот что там происходит, да, кто-то там дымится уже, кто-то там летит вниз, кому-то стало плохо, вот, но постепенно наш экшончик так развивается, да, в лучшую сторону, это конечно круто. Так, ну что ж, давайте мы сейчас поедем, поедем и как бы на нашу точку, на нашу неплохую такую точку и будем там, вот, так, сейчас мы заедем и будем на месте, так. Кух, нет, они все еще не пытаются остановиться со своим преследованием, но мы попробуем их обмануться, тень такая, лишь как от сокола, прямо будто какого-то тень. Ой, аккуратнее, так, эх, повезло, не упал я. Интересно, какой бархан можно тут заехать, чтобы оторваться от этих засранцев, в общем, можно ли от них оторваться, я не в курсах. Ну вот видите, три пушки, они делают свое дело, то есть я хотя бы могу отстреливаться более-менее нормально. Так, давайте свернем спереди налево и посмотрим, что у нас получится. Опа, кажется я подбил неприятеля, да, ребята, я подбил, я вполне неплохо справляюсь с ними. Я думал, надо улепетывать, а оказывается, возможно, мне надо просто получай, получай, межзавица, получай по башке, ну не так по башке. Все, враг повержен, ну по крайней мере один точно повержен. Так вот, точку поставил. Сейчас пролетят другие, их мы тоже сделаем, делаем. Ничего себе, межзавчик, неплохо так себя показывает. Было бы, конечно, неплохо, если бы на нем еще на нитке стояла, которая помогала бы разбирать все то, что вот выпадает сюда. Чтобы внутренние всякие товарищи были довольны, которые любят накапливать все. Так, интересно. Ух ты, мы его тоже подбили. Все, враги повержены. Сейчас, на данный момент, у нас идея такая, чтобы поехать дальше, на самом деле. Дальше и посмотреть, что там дальше, потому что в прошлый раз я нашел, короче, некий этот планшет, инфопланшет, короче. И в этом инфопланшете, короче, была какая-то странная точка. Походу, там база с какими-то этими, как его, координатами, вот. Нам надо вот на эту базу. Кстати, где она? А вот она там. Да не всего 5 километров ехать. Сейчас мы будем ехать туда. Да, кстати, что-то они притупились. А ну, за мной очередной дрон езжает. Мне интересно, сколько они могут дронов плодить. Вот эта вот летающая шняга. Где она, кстати, большая. Я не знаю, где она, короче, что это. Назад скатываюсь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мне не надо в другую сторону ехать. Так, вот в эту сторону. Такс. Одновременно едем и воюем. Я думал, мне придется отступать, но, походу, все оказалось более чем даже красноречиво. Мне нравятся эти пушки. Кстати, в комментариях кто-то у меня спрашивал, что это за пушки. Ребята, это пушки от мода МВИ. А если что, есть коллекции. Писаний, модов и так далее. Так, что это я не могу заехать? Ух ты уж. Засранец. Что, и улететь пытается. Такие вот боевые действия у нас в марсианском Афгане. Так, ну что, едем дальше-дальше. Марсианский Афган Минштейнсу. Так, осталось совсем немного. Чтобы доехать. Как вы считаете, эти пушки, они читовенькие или нечитовенькие? Пишите об этом, пожалуйста. Ваше мнение очень интересно. Мне. Так. Ну-ка, ну-ка. Такс. Короче, я продолжу свой путь. Аккуратненько. И как только я буду приближаться, мы продолжим наши записи. Потому что пока на пути реально ничего интересного не будет, кроме барханов. Итак, дорогие друзья. Значит, мы приближаемся к этой базе, на которой была та самая загадочная отметка, в которую нас отправили. Собственно говоря, если что, я напомню, в предыдущем выпуске я нашел планшет, в котором меня почему-то обозвали сладким и направили, в общем, еди на эти координаты. Я их сюда поставил и обнаружил, что вот координаты находятся вот здесь вот. Тут, короче, походу какая-то структура. Давайте посмотрим, что это такое. Значит, какая-то структура, как мы видим. С турелью сверху и с двумя пулеметиками маленькими. Еще турель лазерная, в общем, опасная такая, наверное. Но мы с такой справились, поэтому я думаю, что мы с этим тоже справимся. Теперь, задача номер два. Каким-то образом, каким-то магическим, чудесным образом надо добраться туда. Я бы не хотел летать на счет того, что полеты, кстати говоря, у нас тут с этим очень напряжно, да. Я понял, что это баг, связанный с движками. Реально, с двиглом. Потому что эти движки напрочь отказываются слушать гироскоп. И это такой баг, на самом деле. Потому что я просто проверил, различные эксперименты поставил. В общем, реально, когда стоят вот подобные движки, они почему-то очень сильно конфликтуют с гироскопом. Я не знаю почему, с ванильным. Возможно, надо было атмосферные ставить, а не ионные. А это конкретные ионные, и, видимо, такое происходит. Поэтому с полетами у нас как бы швах. Надо 5-6 раз калибровать это все. Включать, выключать, чтобы рано или поздно можно было полетать. Сейчас я, в общем, выберу самый безопасный путь. Ну, по моему мнению, туда. Потому что поехать с другой стороны просто нереально. И скатываешься несколько раз, скатываешься и все. Притом, езда по этим барханам это отдельный вид экстрима в инженерах. Потому что слиться в неуправляемую езду очень легко. И тем более с такой выпуклой машинкой. Типа танка Шерман. Которые тоже были выпуклые. Короче, не очень, да? Учитывая, что у нас не гусеницы, а колесики. Вот. Но сделать машину высокой имеет другой смысл. Я понял, что это можно использовать как плюшку. В качестве того, чтобы защищаться. Стрелять из-за бархана, высовывая только одну турельку. Притом, в этом случае я, в крайнем случае, потеряю турельку. Ой-ой-ой-ой-ой. Так-так-так-так. Тихо-тихо-тихо. Короче, потеряю только турельку. Я не потеряю всю машину. В этом есть плюс. Даже если у меня просядут щиты. Вот сейчас очень ответственный и очень опасный момент. На самом деле, потому что съезжать по барханам. Еще то удовольствие. Учитывая, что неконтролируемый, скажем так, способ. Чего? Что там у меня задымело-то? Какой-то кошмар. Вы только посмотрите на это. Что-то дымит. Короче, что-то у меня испортилось, пока я ездил. Надо вот встать, да, в какое-нибудь такое место. Так-так-так-так-так. И посмотреть, что у меня там. О, у меня какой-то движок сдох. И сдох, по-моему. Наверное, вот этот вот, что ли. Чего там горит? О, вот этот вот горит. По всему. Так-так. Тихо, без паники. О, починили. Да, не хотелось бы, короче, чтобы такие вот проблемки были. Ну, ничего, сейчас мы доедем. Все-таки уже, я думаю, в безопасную часть мы добрались. Смотрите, есть на Марсе гладкие поверхности, а есть шершавые. Реально, шершавые. Вот сейчас мы на шершавую заезжаем. Ладно, это еще такая шершавость, не сильная, но вот есть такая шершавость, по которой вы не проедете. По крайней мере, на таких колесах, с такой вот, с такой техникой точно. В общем, ну, мы опасную часть пути миновали. Я надеюсь, что обратно я полечу. Так, кто там в меня пуляет? Что это такое? Ну, судя по всему, это не оружие, не из оружия, а из лазера. Они меня подсвечивают. И, походу, они подсвечивают меня сквозь текстуры, что не очень приятно. Че? Че, стрелять меня пытаются сквозь текстуры? Не-не-не. Кины-кины, с таким мы, как бы, или модеры, или кины, я не знаю, к кому тут обращаться. Но с таким, как бы, с такими фортелями я не готов встретиться. Там еще что-то черное есть. Давайте посмотрим, что это такое. Нет, это камешек. Камешек в меня стрелять не будет. Да уж. Любопытно, да? Так вот. Едешь, и сквозь текстуры в тебя кто-то стреляет. Если что, это, как бы, не моя вина. Это вина игроделов. Как бы нам повоевать с этим базой? Аккуратно, чтобы было. Чтоб мы не сдохли. Главное, к ней надо очень, так, деликатно подъехать. Потому что с расстояния 2 километра мы не постреляем. Но, но, но. Я надеюсь, что по умолчанию у них лазерная пушка не установлена на дальность более 1200 км. Потому что если будет так, то нам будет вездец полный. Хотя не думаю, что будет прям так плохо. Но, по крайней мере, надеюсь. Но лучшее... Короче, задача не из простых. Не из легких. По этому слову. Так. Вот. Вот типа барханчики подходящие под стрельбу. Неужели настали те времена, когда я уже рвусь в бой, а не что-то строю постоянно? Хотя игра по большей степени про строительство. Так. Интересно, могу ли я с этого расстояния что-то им сделать? Так. Ну-ка. Ух, как улыбка. Интересно, что-то получается вообще повредить? Да, репутация с милт упала. Это что, милт? Что за милт? Милт, видимо, это какая-то корпорация, ребята. В общем, значит, стреляем мы по ним. И... А... Я заметил, что они типа стали атаковать меня. Кстати говоря, я немножко позицию сменил, потому что мне надо будет отъезжать. Как только вот эта вот большая турелька повернется в мою сторону, да, я так понимаю, она уже поворачивается. Мы тупо просто отъезжаем. Отъезжаем. Кстати, надо от камня подальше отъехать, потому что камень нам будет мешать вести, так сказать, военные операции. Ох. Так, 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 так. Не разгоняйся, чувак. Не разгоняйся. Очень ответственный момент. Очень, очень, очень. Так, вот так вот. Можем просто переключиться. Так вот. Выезжать, заезжать, так сказать. Вот так вот. Стрельба из-за бархана. А, давайте вот так вот сделаем. Я не знаю, попадаю по ним или нет, судя по всему, нет. Потому что у меня не пишется, что у вас с фракцией милт. Кстати, что за фракция, я даже не знаю. Так, сделаем вот так. Во, сейчас точно попадаю по ним. Ну, пока я, конечно, ничего не снял особо. Так. Что, реально, что ли, ничего я не снял? Может, надо подойти поближе? Хм, есть идейка. Что, если мы встанем за этот вот камешек? Опа, опа, опа. Черт, 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 черт. Не, 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 не. Аккуратнее, аккуратнее, блин, блин. Ничуть не прибил своим лучом. Короче, сейчас будем выдвигаться и стрелять. Будем пробовать танковать, так сказать, башней. Интересно, получится или нет? Вот, опа. По-моему, не очень получается, потому что они все-таки... А, нет, получается. Смотрите. Стоит мне чуть-чуть выдвинуться. Этот засранец стреляет по моим щитам. Но нужно быть аккуратнее. Надо давать щитам восстановиться. Все-таки, мне кажется, что надо подобраться к нему как можно ближе. Хз, хз. Такое расстояние дает мне возможность нормально вести бой. Плюс тыкаться в камень еще как-то не совсем охота. Давайте восстановим щиты и потом попробуем поехать туда-вниз. Не знаю, получится ли оттуда нам отстреливаться или высовываться. Короче, надо искать удобный угол. Так вот, аккуратненько мы сейчас свернем. Вот. Главное, успеть заехать в бархан. Фух. Не успел он нам подать. Потом мы замедляемся. Да, аккуратней. Нет, 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 нет. Только не это. Черт. Дери. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Вот это та самая дурацкая шершавая поверхность Марса. Где особо не проедешь, не высунешься и нифига не сделаешь. Тут надо двигаться со скоростью черепахи, блин. Черт. Нет, 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 нет. Ну, вот зачем, зачем, да, говорится. Так, 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 так. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Давайте съедем вниз. Вот так вот, чтобы нам было некуда падать. Говорят, ниже пола не упадешь. Фух, гладкая поверхность. Отлично, все такое. Так, подберемся немножко ближе. И все-таки за камни стрелять как-то не особо. Все-таки у нас, вы знаете, наверное, что в инженерах у нас очень мягкие поверхности. Точнее, твердые поверхности, о которых наша мягкая машинка будет ломаться, как не знаю что. Как самая дешевая, не знаю, китайская игрушка. Ух, так. Ну-ка, ну-ка. Все-таки я полон решимости взять эту базу. Интересно, любопытно. Так, опа, опа, опа. Опа, вижу, сейчас будет жопа. Короче, он сам будет стрелять. Я просто буду выглядывать. Перезаряжать щиты, выглядывать, короче. Надеюсь, что-то получится. Что-то из-за всего этого должно получиться. Так, щиты. Вы что, восстанавливаетесь? Он накопил немножко тепла. Кстати говоря, в этих щитах есть такая фигня, как то, что они умудряются накапливать какое-то тепло. Так. Да, блин, вы шутите, что ли? Он меня так убьет. Прибьет. Слишком, слишком опасно. Попробуем сделать так. Так. И вот-вот так вот. Ха-ха-ха. Я так понимаю, он не может с этого расстояния в меня стрелять, короче. Не слишком я очевидная цель. Но я по нему точно попадаю. Все, сейчас ты будешь мать. Сейчас я тебя надумажу. И тебе будет хана. Ну, если репутация падает, это значит, что я точно по ним попадаю. Так. Ну-ка. Какой ты крепкий, блин. Ему как бы хоть быхны, да? Так. Ну-же, ну-же. Так. Мне кажется, или его там что-то чинят, ребята? Может, нам атаковать вот это вот? Вы что, серьезно? Они на ботах сидят, что ли? Так, мы сбили один источник энергии. Теперь собьем второй источник энергии, чтобы там отрубить их от энергии. Так. Ну, у них там солнечные панели, поэтому, видимо, нам придется подождать ночи. Хотя я не уверен, короче. Просто их не нано-боты умудряются восстанавливать вот эту конструкцию, по которой я стреляю. Если вы видите, они там чинят вот эти вот шлейфы по бокам, то, что летают. Явно текстура починки. Как-то с предыдущей базы было проще. С предыдущим постом, точнее. Я их дамажу, а не чинятся. Дамажу, а не чинятся. Вот засранцы. Чуть-чуть поеду вперед, интересно. Нет, не получится. Блин, а я такой угол нашел хороший. Можно было стрелять. Так, может он так в меня стрелять не будет? Не знаю, короче. Надо пытаться, пытаться еще раз пытаться. Я надеюсь, в какой-то момент на нить мне не успеет чинить этого засранца. А если успеет, то мне придется, блин, что-то придумывать. Возвращаться на базу, возможно. Ставить другую пушку от О'Ким. От мода О'Ким, которая, кстати говоря, получше будет. Наверное. Давайте, кстати, посмотрим, какие у нас есть пушки получше. Едем чуток. Может, это как-то не очень. Блин, кто же мог бы подумать, что у них там будет на нитка на боты какую-нибудь вот такую, что ли. Слишком выпуклая. Все, 122. Охренеть. Огромная. Слишком это. Посмотрим какую-нибудь другую. Поменьше. Вот это вот. Это тоже огромное. Еще у вас есть поменьше что-то. Да вы издеваетесь, блин, все они огромные. Ладно. Хорошо. Может быть, вот это? Нет, это слишком большая пушка. 122. А, это для больших гридов. А, ладно. Так, чтобы нам было проще ориентироваться, надо перейти конкретно в эту вкладку. Так. Вейкл. Тут написано Вейкл. Они конкретно для Вейклов. Машинганс. Короче, вот это вот все можно поставить, но они такие огромные, блин. пипец. Скорее всего, они мощные. Вот. Насколько я могу сказать, потому что это кинетическое оружие, а не энергетическое. им было бы на самом деле проще засранить. Вот. Видите, что делает, а? Ладно, я попытаюсь по нему стрелять, все-таки стрелять, 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 и как только я его раздомажу, наверное, и продолжим. О, ребят, вот как я только сказал про раздомажу, что-то мне как-то реально повезло, честно, я нифига не делал, я тупо просто стрелял, и походу турелька загорелась, но я хочу ее полностью уничтожить. Видимо, ее там не успевают чинить, или что, ее починили все-таки. Да, ее умудряются чинить, все-таки, но в таком случае, видимо, мой огонь успевает реально нанести существенный урон, и они, видимо, не успевают починить. Все-таки, все-таки нет, все-таки я казался круче, да. Вылезем немножко в наглую и будем прямо по нему стрелять безостановочно, чтобы выбить эту гребаную турель. Так, ну, все-таки надеюсь, я ее уничтожу. Все слова, как это орган. точность этой пушки не помешала бы, конечно. К сожалению, я не могу взять и поехать туда, потому что там еще турели есть, а боюсь, что я по всем по ним не смогу попасть. 8 снарядов, хотя бы 4 из них по цели попадали, было бы вообще офигенно. Так, ну-ка, ну-ка. Ну же, давай же. Опа! Jackpot! Ребятки, Jetpock. Jetpock. Jet... Jet... jackpot. Вот да. Конечно, все хорошо. Мне не очень хочется, чтобы по мне пуляли эти мелкие турели. Поэтому мне сейчас идея такая. Посмотрим. Это надо было сделать давно, но, блин, лучше поздно, чем никогда. так. Стрелять по такс. Нет, здесь нет стрелять по к сожалению. Надо было бы поставить скрипт слейвинг турец, то есть все турели, чтобы слушались одной, ну, одного, короче. Ну, у меня есть идея сейчас. Мне кажется, что вряд ли они все умудрятся мне пробить щиты. Все. На абордаж. Точнее, на близкий контакт. все, две турели. По-моему, одна из них, не две. Щиты пока выдерживают. вот так вот. Так вот. Опа. Так, что мы делаем? Мы пока что вырубаем турели, перезаряжаем щиты, потом объезжаем эту базу, потому что я не хочу ее полностью уничтожить. Объезжаем и уничтожаем остальные турели. По крайней мере, я так надеюсь, что так получится. Так, а тем временем, так, секунду, что я не могу управлять-то? Вот так-то будет лучше. Так. Все, восстанавливаем щиты, щиты восстановлены. Короче, объезжаем и стреляем вот по этим вот турелям. Ой-ой-ой, так-так-так-так-так-так, я это не планировал. Вашу Машу, ну, что ж такое-то? Черт. А, счет. Все. Получилось. Получилось. Почему у меня выключен и гироскоп? А, вот почему, потому что его сам дурак выключил в попыхах. Черт, как мне теперь? Вот так вот. По-человечески. Так, все. переключаюсь сюда. Так вот делаю. Фу, вылезаю и осматриваю эту гребаную базу, которую я уже столько времени пытаюсь штурмовать. так, ну-ка. Я подозреваю, там внутри может быть все что угодно. Какой-нибудь какая-нибудь турелька внутри может быть. Видишь, какие засранцы, а? Вот так посмотрите, они чинятся пока. Так, мне нужна пушка. Блоки оружия, отличное оружие, вот оно. Так, все, готово. Сохраняемся на случай всякий. Так, вдруг здесь у нас будут турели внутри. Так, внутри турели нет. Лампы включаем. Ух ты ж, вы так посмотрите на то, что здесь у нас чинится засранец. Теперь у нас с особой сложности как бы так, о, тут еще у нас есть подземные штучки-дрючки. Но, вот она загадочная метка указывается здесь. Ха. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Че? О, все. Так, 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 так. Че, у нас следующий планшет. Видимо, нам оставили здесь какую-то записочку. Давайте посмотрим. что у нас тут. О, так, новое сообщение. О, hello, I knew you were coming. Привет, я знал, что ты придешь. You have been building and surviving for a long time. Ты строишь и, короче, выживаешь довольно долгое время. I watch everything and I got bored. Я смотрел все, и, если честно, я утомился от всего этого. Засранец. And I wanted to play with you. I have prepared a surprise for you. I hope you enjoy it. Короче, я хочу, чтобы ты сыграл со мной. Я подготовил для тебя сюрприз. Мне кажется, тебе понравится. и у нас как бы по-моему следующие координаты. Так. Ну что ж. Добавляем. Я дурак в прошлый раз забыл, что здесь кнопочка создать маркер GPS. У нас появится наверное новая точка. Какая-то наверное. Не знаю, что-то она как-то не появилась скорее всего. Не должна было появиться. фиг его знает. Короче, с этой точкой я потом отдельно в GPS засуну и посмотрю, но на данный момент мне интересно что там внизу. Интересно, могу ли я запреватить отсюда все. Хотя нет, мы же с вами прекрасно знаем, что это не получится сделать. Попробуем хакнуть эту базу. Получим дополнительный аван пост, что у нас это получится сделать. Так. Засранец строится. Где-нибудь здесь? А, ну конечно, у меня же нету комплектующих. Ладно, рискнем, рискнем, спустимся туда. по-моему, по мне кто-то стрелял. Да, вот она турель там. Я был прав, я был прав. Меня постараются снова убить. Где же мне подхилиться-то? Наверное, наверное, здесь. Блин, я не могу подхилиться отсюда. Хоть это и сейчас могу сюда доступ получить, наверное. Да, могу. Но подхилиться я не могу. Что же делать-то? А, я же могу сдохнуть. Так. Без паники, без паники. Я так и знал, что они защитят свою мезду. Да, блин. Задрал чинить все подряд. Все. Фини ля комеди. Все. Теперь все это принадлежит исключительно нам. Я даже боюсь это приватить под себя, потому что данная штука если я заприваю под себя, она... Эй, эй, что там, что там? Тихо, тихо, тихо. Да блин, что же там происходит-то? Кажется, мою мать, мать, че? ё-моё! Нет! Меня пытаются убить ребята-пираты, которые прилетели. Помогите! Вот так вот оно и бывает. Чаще всего. Как-то тоже обидно получилось. Ё-моё! Я дошел до этой точки, что-то там открыл и прилетели злые поцыки и всё разрушили. Надо было включить турели, но тогда бы я сам сравнял бы эту землю и эту базу. Вот такие вот пироги, да? Вместо смерти. Я, я чё-то не понял, короче. У меня там вроде бы GPS был. Он, короче, что-то, по-моему, не создал. те самые координаты. Мне, короче, надо будет достать оттуда ну, теперь ещё и метеориты стреляем. Короче, мне надо достать этот планшет, грёбаный, за которым я столько охотился. Мне сейчас всего лишь нужно взять баллоны с водородом, немного с кислородом и полететь туда и, в общем, раскидать этих, ну, раскидать их не раскидаю, но планшет точно возьму. Потому что там я всё-таки я всё-таки не добавил по какой-то странной причине себе короче, не добавил туда этот координатной точки не добавил, заговариваюсь. Всё, я взял баллоны, которые необходимы. и лечу на место смерти. Потому что там я точно посеял свой планшет. Я надеюсь, мой труп там остался. Вот так вот приехали, прилетели и массировано изнасиловали. Надеюсь, над моим трупом там не глумятся, но тем не менее интересно, интересно сейчас всё-таки получить свой планшет. на котором все меточки были. почему-то не добавилось. О-о-о-о. Ой-ой-ой. Походу этот мерзавец начал лететь в мою сторону. Я бы сказал, даже два мерзавца полетели в мою сторону. Ну ладно, летите сюда. Походу я еще и машинку снова прошляпил. Ну ничего страшного. Что-нибудь придумаю. Мне кажется мне надо построить другой транспорт. Более серьезный. Более опасный. С более офигенной пушкой. А пока мне надо обмануть этих засранцев и быстро полететь взять планшет. Я же лечу с голым телом. Без какого-либо оборудования. Поэтому быстро-быстро-быстро. Ого. Они мою машинку не трогали даже. Ладно. Включаем турели. Так. Офигеть они как тут все. Бери этот. Искромсали они тут реально все искромсали. Ух ты ж. Запасы льда. В общем все. Все тут очень плохо. Я боюсь что я тут могу не найти свои планшеты. Планшет свой. О. Вот он. Фу. Отлично. Забираем все это. Планшеты все это забираем. Блин. Тут есть вещи которые мне не нужны. Так. Блин. Чего мне тут много? Никеля столько нам это не нужно. О. Все. Все. Я забрал в принципе все что мне надо. И кстати машина целая. Давайте я. машину они не трогаю. Забавно вообще. Я думаю что я их всех перестреляю сейчас. С большим удовольствием. Да. Там кстати какой-то модуль какого-то альянса. Видите я не совсем. Блин. В этих. В вражеских отношениях. Там есть все таки фракции которые ко мне относятся нейтрально. Ну или дружно или нейтрально. Дружных кстати нет. Только нейтрально. Так. Сдохни. Сдохни тварь. Сдохни. Это из-за тебя. Я сдохну. Все. Все таки чтобы для самозащиты от этих засранцев эта машинка подходит довольно неплохо. Плохо. Интересно. Тут есть второй режим стрельбы. Не знаю чем он отличается. Походу его. Режим короче невидимый какой-то. Ладно. Я думаю на этом уже пора заканчивать серию. Сейчас я все таки так как достал свой планшет. Так. взгляну на вторую записку. Мне какой-то сюрприз. Оставили. Если у меня сейчас не появится новая метка. Которую они мне там оставили. Мне придется. ничего не появилось. Короче сейчас попытаемся мы вручную перенести. Да. Допустим. Как мы вручную можем перенести. О. О. Так вот она. Литл гифт. Маленький подарок. Надо было включить чтобы он был виден. Вот он. 9 километров. 9 километров туда. Я думаю что туда мы уже полетим на следующей серии. Кто-то со мной пытается играть в злые шутки ребята. Это не хорошо кстати. Ох. Машина пострадала. Пострадала машина. Кто-то пытается меня разозлить. Кроме этой игры конечно самой. Ладненько. Я надеюсь что вам вот такая вот активная серия понравилась. И если вам то есть вам вот нравятся подобные серии. Обязательно ставьте лайки. Пишите в комментариях то о чем думаете. Я надеюсь сегодня я успею запилить следующий ролик касаемый этого. Как его там. Вектор траста. Потому что блин. Я честно говоря я не понимаю ребята. В чем сложность. Точнее нет. Вот эта эмоция. В чем же сложность посмотреть. Описание самого мода. Почитать в комментариях. Блин. Нет. Надо чтобы лур все перевел. И поставил. Снял ролик. Ну ладно. Так уж и быть. Сниму. Ладненько. С вами был Лурлемур. До скорых встреч. Всем пока. Пока.